добрый день дорогие друзья продолжаем наше обучение нашей школе следующий урок у нас посвящен мороженому и шоколаду мороженое один из самых древних традиционных десертов его придумали еще древнем китае как и практически любой пищевой продукт мороженое является и вредным и полезным его полезных свойствах можно отметить охлаждающий эффект во время сильной жары в мороженом содержится много полезных и необходимых веществ белков жиров аминокислот когда мы едим мороженое в мозгу запускается процесс выработки эндорфина и серотонина гормонов счастья и удовольствия мороженое из йогурта помогает улучшить микрофлору кишечника доставляя туда необходимые бактерии и пребиотики но есть определенные минусы которым относится высокая калорийность в одном стаканчике может быть до 400 больших калорий у людей со сниженным иммунитетом могут обостриться респираторные заболевания мороженое содержанием сахара нельзя есть диабетиком также при покупке мороженого необходимо обращать внимание на срок годности и условия хранения иначе это может закончиться отравление теперь о шоколаде если говорить о пользе шоколада то речь должна идти только о горьком содержание какао в котором не ниже 70 процентов молочный шоколад не содержит практически ничего кроме сахара и ароматизаторов а белый можно отнести к шоколаду крайне узловно потому что какао бобов в нем практически нет горький шоколад обладает следующим полезными свойствами антиоксиданты которые содержатся в нем замедляют процесс старения клеток мозга улучшает память внимательность способность концентрации положительно влияет на кровообращение уменьшая риск образования тромбов и развитие инфарктов и инсультов улучшает настроение снимая стресс предотвращает возникновение депрессии но нельзя сказать что шоколад это прям чудо лекарство которое помогает от всех недугов у него есть и свои недостатки во первых горький шоколад может вызвать аллергическую реакцию его нельзя употреблять диабетиком часто производители шоколада лукавят указывая процент содержания какао бобов выше чем он есть на самом деле в результате счет получает меньше полезных свойств но больше калорий на диете употреблять шоколад советуют соговоркой то можно если нет другого выхода на самом деле он достаточно жирный и калорийный чтобы раскрыть все полезные свойства и избежать вредных рекомендуется съедать день не более 1 2 квадратиков горького шоколада максимально высоким содержанием какао подчеркиваю 1 2 квадратик горького шоколада чем похожи мороженое и шоколад оба десерта являются самыми любимыми у людей в любом возрасте у них действительно есть похожие свойства мороженое и шоколад вызывают выброс эндорфинов сертонина как мы уже говорили что улучшает настроение повышает жизненный тонус они достаточно калорийный но мы все равно их любим и не можем себе отказать оба эти продукта содержат сахар поэтому не подходят людям старающим диабетом повышенным содержанием глюкозы в крови есть люди отдающие предпочтение только одному десерту а есть те кто употребляет и то и другое но помимо сход у шоколада и мороженого есть множество различий для того чтобы представить наиболее объективную картину сравнивать их нужно по нескольким параметрам первое калорийность если брать обычное ванильное мороженое и горький шоколад то мороженое получается более диетическое 207 больших калорий на 100 грамм тогда как 100 грамм горького шоколада содержит около 500 больших калорий второе состав пластический пломбир по рецепту входит молоко сливки сливочное масло и яйца этот состав богат кальцием белком являющимися полезными для организма но кроме этого мороженого обычно много сахара который отрицательно сказывается естественно на фигуре кроме того некоторые производители для того чтобы удешевить рецептуру используют пальмовое масло она обволакивает стенки желудка и мешает полезным веществам попадать в кровь горький шоколад готовят из тертых какао-бобов сахара и масла какао какао бобах содержится много танинов которые стимулируют работы сердца а также предотвращают образование зубного налета шоколаде часто бывают свои добавки орехи сухофрукты и начинки а большой пользы однако они не приносит только увеличивает калорий земли можно есть шоколад не рекомендуют употреблять людям болеющим гастритом небольшое количество горького шоколада можно позволить себе только в период стойкой ремиссии при сахарном диабете можно есть шоколад в котором содержится не менее 85 процентов какао 85 по одной дольки в день по одна долька в день классическое мороженое нельзя тоже употреблять при диабете и гастрите оно содержит слишком много сахара и животного жира правда есть сорта мороженого разработанные специально для людей повышенным уровнем сахара них используется фруктоза при гастрите можно в период ремиссии в небольших количествах есть фруктовый лед но внимательно следить чтобы он был полностью натуральным без искусственных красителей и отдушек оба эти десерта придумали для того чтобы получать от них удовольствие в этом их основное сходство шоколад повышает тонус работоспособность активизирует память усилив концентрацию мороженое хорошо охлаждает в жаркое время года помогает на время насытиться так что и когда лучше есть с учетом всех рассмотренных свойств можно говорить о ситуации когда лучше отдать предпочтение определенной сладости например шоколад подойдет тогда когда нужно выполнять много интеллектуальных задач которые перегружают мозг например экзамены отчеты какие-то отчетные периоды на работе есть риск развития среди сосудистых заболеваний плохая наследство проблемы с сосудами высокий уровень холестерина болит голова из-за причин не требующих медицинского вмешательства например при реакции на погоду и на магнитные бури теперь о мороженом лучше выбирать мороженое если на улице жарко а классический неохлажденный десерт только усилить чувство жажды некоторые даже доктора поддерживают со взгляда при простуде когда горло раздражено и есть боль при глотании применять холодное мороженое что мол холодное мороженое поможет снять воспаление на время убрать неприятные ощущения но по моему мнению больному горлу будет только хуже от холода нет времени на раскачку на серьезный перекус а желудок настойчиво требует чтобы он опомнили тогда подходит мороженое плохое настроение апатия мороженое это лакомство из детства поэтому оно запускает нашей голове цепочку приятных воспоминаний от которых настроение обязательно повышается шоколад и мороженое кажется разной сладости но объединяет их в том что они несут в себе как пользу так и вред что из этого будет преобладать зависит только от количества спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки до скорой встречи